В этом видео мы поговорим о целях датологического моделирования баз данных. Датологический уровень является следующим шагом в моделировании баз данных, и здесь мы уже должны рассматривать предметную область с учетом базы данных или даже конкретно выбранной СУБД. Здесь мы по-прежнему будем говорить о сущностях, атрибутах, но намного подробнее будем рассматривать связи, ключи, некоторые индексы и представления. Если посмотреть на официальное определение, то видно, что мы должны получить некую схему базы данных, которая согласована с результатами моделирования на инфологическом уровне, но по-прежнему позволяет отступление от физической реализации, которая в свою очередь будет рассмотрена на физическом уровне. Итого, какова же здесь основная цель? Цель здесь состоит в том, чтобы создать модель базы данных такую, чтобы она представляла структуру базы данных самым наилучшим образом. На данном этапе моделирования мы должны особое внимание уделить следующим вещам. По-прежнему анализу предметной области, помнить о нисходящем и восходящем проектировании и учитывать некоторые технические детали. Несмотря на то, что анализ предметной области мы, по идее, уже глубоко провели на предыдущем уровне, но, как видно, этот процесс никогда-никогда не заканчивается. С каждой итерацией, с каждым подходом к работе с моделью базы данных, мы открываем какие-то новые детали. Также мы можем обнаружить какие-то ошибки, допущенные на предыдущем уровне. У нас могут возникнуть какие-то новые вопросы, на которые мы получим ответы. То есть нам придется все равно еще неоднократно обращаться к предметной области. Здесь мы обязательно должны помнить о нисходящем и восходящем проектировании. И мы должны двигаться в обоих направлениях, чтобы наша база данных, с одной стороны, продолжала оставаться адекватной предметной области, и с другой стороны, обладала высокой степенью удобства технического использования. Несмотря на то, что основное количество технических аспектов будет сконцентрировано на следующем уровне моделирования, все равно большое количество технических вопросов уже появится здесь. Именно поэтому мы должны хорошо понимать выбранную целевую СУБД, знать SQL, реляционную теорию и так далее, чтобы мы могли спокойно заниматься нисходящим и восходящим проектированием, а наша полученная база данных обладала высокой степенью технического удобства использования. В остальном же можно сказать, что данный уровень в целом похож на предыдущий, то есть инфологический, но здесь мы концентрируемся непосредственно на структуре базы данных, уже больше, чем на анализе предметной области, и принимаем во внимание большое количество технических деталей. И в следующем видео мы рассмотрим различные инструменты и подходы к детологическому моделированию. Субтитры создавал DimaTorzok